Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами». И сегодня мы этожим очередную, не совсем обычную неделю нашей жизни. Собственно, ее необычность – дело крайне ожидаемое. Праздник всех женщин – 8 марта. Это ли не почти самый главный праздник страны? Его ждут, к нему готовятся, он носит существенные коррективы не только в график выходных дней, но и в планы политиков, государственных деятелей. Всех-всех, кто считает самым важным для себя позитивно отметиться в глазах тех, кто в этой стране и коня наскоку останавливает, и в огонь входит, и дом на своих плечах несет, и науку, и производство, и бизнес, словом, слабую, но такую сильную половину человечества. Очевидно, что и в план мероприятий Казанского федерального университета это событие вносит особый пафос и особые мероприятия. И главным из них традиционно является поздравление лучших женщин университета ректором в рамках конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Как это было? Смотрите сами. 6 марта в императорском зале Казанского федерального университета в преддверии Международного женского дня честовали представительницы прекрасного пола и подвели итоги конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». С торжественной речью в начале мероприятия выступил Ильшан Гафуров. Весна – это время обновлений. Но наш университет находится в таком состоянии с 2010 года. Мы постоянно движемся. И даже вошел в историю тезис, что самые стабильные в нас – это только наши изменения. Наверное, по-другому и быть не может, поскольку мы должны отвечать на все те вызовы, которые сегодня есть в обществе нашей республики, нашей стране, в мире. Поскольку мы с вами несем ответственность за формирование будущего через наших выпускников. К слову, именно ректор вручил награду самой первой и, пожалуй, самой значительной номинацией. В «Женщины года» за преданность университету была названа профессор института физики, а дальше альмаматор более 50 лет. Всеослуженные деятели науки Республики Татарстан – Роза Аминова. В этот вечер каждая из победителей смогла почувствовать себя королевой. Ведь им были вручены пышные букеты и изящные ленты, которые были точь-в-точь с конкурса красоты. В зале царила атмосфера праздника, ведь между номинациями перед сотрудниками университета выступали студенты, выпускники и даже профессора КФУ, которые порадовали своими творческими номерами. В завершении праздника ректор предложил возродить в КФУ старую традицию. Ответом студенческой весне – дважды в год проводить импровизированные профессор-шоу, отчетные концерты преподавательского творчества. Впрочем, сам день 8 марта в этот раз оказался более чем рабочим. Шла активная подготовка к одному из самых главных событий в жизни университета – заседанию попечительского совета. Напомню, что попечительский совет принимает решения по важнейшим стратегическим вопросам жизни вуза. Значимость этому органу придает тот факт, что его возглавляет лично президент республики Рустам Миниханов. К слову, в России президент страны Владимир Путин руководит деятельностью попечительского совета МГУ. Присутствие первых лиц в таком качестве по определению не только поднимает статус университетов, но и предоставляет возможность исключительно быстро и эффективно решать самые сложные стратегические задачи, решаемые альмаматор в интересах государства. Вот и нынешний попечительский совет Казанского федерального подтвердил, что при прямом участии и поддержке президента Рустама Миниханова удалось выйти на решение самых значимых на сегодня в деятельности университета вопросов. Все подробности в нашем сюжете. 9 марта в Казанском федеральном университете состоялось заседание попечительского совета. Однако прежде чем приступить к повестке дня первого в 2017 году попечительского совета, ректор КФУ Ильшат Гафоров продемонстрировал президенту Татарстана Рустаму Миниханову кампусы университета. Данные три здания, переданные КФУ, использовались ранее как военный госпиталь. Уже с 1 сентября здесь начнутся занятия у будущих врачей и биологов. Следующим объектом стал хирургический комплекс университетской клиники Казань на Ершово-2. Тут уже заканчиваются работы в диагностическом отделении и операционных. Новые операционные сейчас готовят к запуску, и сюда еще можно зайти. Совсем скоро попасть в эти помещения сможет только медперсонал и пациенты. Следующей точкой маршрута стал Институт международных отношений истории востоковедения КФУ. Здесь создана уникальная инфраструктура, позволяющая выпускникам расширить область применения знаний. Так, например, по запросу наших коллег из Китая, Кореи и Японии, в Казани обучаются будущие сотрудники компании, чьи филиалы уже работают или только планируют развернуть производство в Татарстане. О курсах переподготовки учителей говорили уже на следующей точке визита. В кампусе КФУ по адресу улица Левобулачная, дом 34. Здание сегодня никем не занято и нуждается в реставрации. Цена вопроса порядка 150 миллионов рублей. Завершился визит посещением Института психологии и образования. Центр педагогической магистратуры уже начал свою работу после капитального ремонта. Во время своего приветственного слова на заседании попечительского совета Рустам Мениханов положительно высказался о достигнутых результатах. Очень нас впечатляет та работа, которая идется по медицинскому кластеру. Я думаю, в ближайшее время это будет очень хороший центр для медицины. Заседание стало первым в новом календарном году. А потому повестка дня получилась обширной. Во-первых, до начала обсуждения состоялось голосование за включение в состав попечительского совета генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова. Затем Рустам Мениханов передал право ведения попечительского совета ректору КФУ. Ильшат Гафоров представил детальный доклад, в котором отметил результаты очередного рейтинга вузов мира британского агента КОЭС, который смело можно назвать наглядным показателем успеха работы КФУ. Новые результаты были опубликованы буквально на днях. Академический мир нас при этом признает сегодня. Согласно указанным предметным рейтингам мы входим в глобальный топ 0,5% общего числа университетов мира. В мире оценивается примерно 40 тысяч университетов, хотя их, конечно, намного больше. Не случайно встреча прошла в Институте психологии и образования КФУ. Казанский университет – единственный из участников проекта 5.100, который выбрал в качестве одной из основных стратегических академических единиц гуманитарное направление. Результат, о котором идет речь, это вхождение КФУ в 8 предметных рейтингов независимого авторитетного британского издания КОЭС. При этом, как обратили внимание собравшихся, от них лишь усилий КФУ не хватает для продвижения Татарстана и Казани с точки зрения позиционирования как центра студенчества. Так, для рекомендации города-абитуриентам со всего мира рейтинговое агентство КОЭС требует присутствия в регионе как минимум двух вузов, представленных в глобальных рейтингах. Напомним, что глобальные рейтинги оценивают университеты и как образовательные, и как научно-исследовательские центры. Ввиду принятой в КФУ концепции «Университет 3.0» все эти проекты направлены в первую очередь на внедрение наукоемких технологий в экономику республики. В прошлом году на базе этих приоритетов были созданы так называемые стратегические академические единицы, которые вобрали в себя не только научные исследования, но и были направлены на разработку новейших образовательных программ по данным направлениям. Стоит отметить, что в Казанском федеральном университете созданы различные площадки трансферотехнологий. Одним из них стал Центр катализа, в котором идет работа ученых САЕ «Эко-нефть». Буквально в ближайшие месяцы испытания создаваемых там катализаторов впервые в России будет проведено совместно с ПАО «Татнефть» на месторождении бетумов. И, кстати, вскоре такое успешное партнерство выйдет на новый виток развития. Ведь в 2018 году готовится присоединение к КФУ Альметьевского государственного нефтяного института, одним из учредителей которого выступает ПАО «Татнефть». Ученый Совет КФУ поддержал такую инициативу. Кроме того, на повестке дня рассмотрели вопросы продолжения практики поддержки младых ученых, работающих в КФУ по специальным республиканским стипендиальным программам. Вопрос подготовки специалистов в школы с национальным языком преподавания также требует внимания, как и необходимость создания культурного центра, который бы объединял весь татароязычный мир. Таким центром способен стать создаваемый в КФУ базовый образовательно-культурный центр татаристика Института Каюма-Насыри в Казани. А завершилось заседание торжественным подписанием ряда соглашений о сотрудничестве и партнерстве. Так, Казанский университет закрепил партнерские соглашения с Казанским моторостроительным производственным объединением Агросилой, Финам-Казань, а также Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. И еще об одном серьезном подарке, что подоспел для КФУ аккурат к 8 марта. Но уже общим. Неожиданно-ожиданным. Неожиданным, потому что речь об итогах мирового рейтинга, результаты которого формируются абсолютно независимо от университетов и всегда приносят и много волнений. А ожидаемо, потому что в этих рейтингах результат гигантского труда, который проделывают сами университеты в конкретных предметных областях. Что и находит затем отражение в собственных рейтингах. Итак, выдающимся результатом и доказательством динамичного роста КФУ является вхождение в предметные рейтинги независимого авторитетного британского издания QS, охватывающего более 4000 лучших университетов со всего мира. В 2016 году КФУ удалось войти в 8 ключевых предметных рейтингов по направлениям. Лингвистика. Мировой ранг 101-151, ранг по Российской Федерации, то есть среди российских университетов, отранжированных по данному направлению, 3. Археология. Мировой ранг 151-200, ранг по России 3. Информационные науки и журналистика. Мировой ранг 151-200, ранг по России 1. Английский язык и литература. Мировой ранг 251-300, ранг по России 2. Образование. Мировой ранг 251-300, ранг по России 2. Экономика и эконометрика. Мировой ранг 301-350, ранг по Российской Федерации 5. Физика и астрономия. Мировой ранг 351-400, ранг по России 11. Химия. Мировой ранг 401-450, ранг по Российской Федерации 5. Поздравляю коллег и весь университет. Как говорит наш коллега Константин Куранов, знай наших. Не лишне напомнить, что имя университету делают как современники, так и его выпускники, что уже внесли великий вклад в мировую науку, образование, культуру, экономику. И сегодня мы начинаем рассказ о таких именно людях, чьи имена всегда будут славой университета на все времена. И сегодня мы будем говорить об удивительном человеке, чья судьба напрямую связана с Казанским университетом, вообще с Казанем, с Казанской губернией. Александр Матвеевич Панятови с человеком, который является хранителем и памяти, и знаний об этой удивительной личности. Собственно, личности сейчас чуть подробнее. Вначале я хотел бы представить вас, Николай Алексеевич Комиссаров, внучатый племянник Александра Матвеевича Панятова, инженер. Ну и вот я еще раз повторяю, хранитель памяти об этой удивительной личности. Вот сегодня, в 21 веке, очень модно говорить о большой такой медийной революции, о индустрии, хай-тека. Но не лишний вспомнить, что в основе всего этого лежат достижения наших, что удивительно, и вот надо это сказать, мне кажется, на камеру еще-еще раз, наших соотечественников, наших земляков. Вообще такое ощущение, что Российская империя просто штамповала этих гениев, которые подарили потом возможность всему этому цифровому сообществу сегодня развиваться. Розинг, Зворыкин, Панятов. Вот вначале общий философский, если позвольте, в связи с этим вопрос. Вот с чем вы связываете вот такой взлет мысли именно вот в этом направлении? Я хочу напомнить, что Панятов – это тот самый человек, который подарил нам всем, всему человечеству, видеомагнитофон. И все принципы, которые дальше через это развивались. Ну вот откуда это? Как это случилось с вашей точки зрения? Вот я, во-первых, думаю, что сам XIX век подготовил прорыв в науке и культуре отечественной. Вот именно в российской. В российской, отечественной. Почему? Было великолепное преподавание, было великолепное применение знаний людей. Поэтому, например, я вам скажу, что первый, кто получил международный патент передачи света на расстояние – это Полумардвинов, студент Казанского университета, который ехал в Харьковский политех и по Волжском соединенном промышленном училище потом преподавал. И в 1898 году он вот этот вот эффект зарегистрировал свой, который он подготовил, который он разработал. И я думаю, что эта область, область физики, область передачи звука и света на расстояние – это, наверное, было наиболее актуально в то времени. Ведь, посмотрите, в 1900 году на международной конференции Парижа питерский инженер Константин Перский впервые произнес, что мы скоро будем передавать свет, видео на расстояние, и это будет называться телевидение. С него это пошел такой термин. Да, потом были Столетов, Лев Сергеевич Термен, потом был Борис Розинг, потом Зворыкин, значит, и Александр Матвеевич Пуньтов. Да, потом еще был Исупов, Константин Исупов, который первый в 1932 году описал эффект поперечной строки, нанесение поперечной строки на магнитофонную ленту, на магнитную ленту, и что это, значит, даст эффект качества, эффект сокращения пленки. Но этим эффектом хотела воспользоваться компания АЭК немецкая, которую мы знаем по торговой марке Телефункин, но не смогла ничего сделать, хотя Гитлер давал огромные деньги на это. И опять же, Пуньтов первый, который пришел к этому методу, используя знания свои и, значит, вот эти вот разработки Исупова. А вот, кстати, продолжая вот эту вначале философскую все-таки тему. Недавно у нас выступал Михаил Казиник, такой известный популяризатор, философ искусства нашего российского и русского в том числе. И такая мысль прозвучала, вот в XIX веке вдруг выстрелила русская музыка, которая до сих пор поражает умы, из ничего выстрелила, казалось бы, да, ничего не предшествовало, ни Моцартов, ни Баков, до этого не было столетиями. И такой мощный выстрел, который не может остановиться до сих пор, он летит, летит и поражает умы. То же самое случилось и с научным знанием. И с литературой. И с литературой. Откуда эти люди? Вот давайте уже на примере Панятоа. Что? Как формировались? Как формировался сам Панято? Вот я вам скажу, что Ефрем Никанорович, его дедушка, он первым начал заниматься, если сегодняшним языком сказать, бизнесом, делом. И он в русской Айше, раньше была деревня Русская Айша и Татарская Айша, это высокогорский район, а раньше была Чепчуговская Волость. Вот здесь подказали. Да, 48 километров, по-моему, я насчитал до туда. И он первым начал заниматься, начал заниматься лесом понемножку, начал заниматься сельским хозяйством, нанимал рабочих. Потом дело его продолжил его отец, Матвей Ефремович. Матвей Ефремович был высокообразованным человеком, и он продвигал дальше идеи. Вот, например, в деревне Цепья, это был Тосинский район, он выкупил лес. И первым начал заготовить лесками с заготовками, значит, заниматься. И вот у него был такой, лубяное что ли, производство. Доски, рамы, двери и прочее. И он занимался своими детьми и Александром 1892 года рождения, и Александрой, дочерью 1894 года рождения, и старшей дочерью Агриппиной 1878 года рождения. И, значит, когда-то он повез в Казань Александра Юного, а в Казань ездили очень редко, потому что добираться на лошадях было 8 часов, а на карете 12 часов. Это 40 километров. Да, эти 40 километров. И дороги-то, наверное, были тогда военные. И поэтому, когда он его привез, поразило Александра движение на железной дороге. И, увидев паровоз, он сказал, папа, а кто это делает? Он сказал, говорит, инженеры. И вот у него это запал и мысль. Но мама его, Агафья Андреевна, она была великой просветительницей. Я вот в фильме в этом говорю, что почему рождались такие люди с высокой духовностью, благодаря высокой духовности, благодаря культуре, которую прививали в семье, в лицеях, в гимназии, благодаря великой русской литературе, искусству. И вот они в конце 19 века на базе того, что вы сказали, музыке этой великой, искусству, они получали возможность творить. У них возрождалась необходимость, вдохновение творить. И вот благодаря этому они, если в какой-то путь выбирали, то и на этом пути они оставляли свой след в науке, в культуре, во всех делах. А вот теперь про Казанский университет. Когда, как он поступил в университет? И почему все-таки оказалось так, что все великие открытия сделаны за рубежом? Да, он в восьмилетнем возрасте проявлял прекрасные знания, показывал прекрасные знания. И папа его отвез во второе лиреальное училище, в то училище, где параллельно учился Вячеслав Михайлович Скрябин, впоследствии Молотов. И учиться там ему было трудно, потому что он был маленький, у него был сельский выговор на О. И когда... Ну, очень такой привлекательный, миловидный человек. И вот когда старшеклассники это увидели, один старшеклассник взял его подмышку и носил его как игрушку. Это, конечно, понизило его уровень, вот в такой, ну, моральный, социальный уровень. И он доказывал везде, что только учебой и трудолюбами, что он должен быть, так сказать, впереди всех. Вот тоже в фильме говорится об уравнении гиперболы. Там есть такой кадр. Учительница сказала, напишите, пожалуйста, уравнение гиперболы. И Александр Матвеевич, маленький Саша, он сказал, я не смогу написать, но я постараюсь своего вывести. Она удивилась и сказала, попробуй. К удивлению ее он вывел уравнение гиперболы. Тяга к знаниям, колоссальный труд, это все ему дало. И, конечно, семейное воспитание. Это ему дало, так сказать, возможность трудиться, намечать цель и идти к ней. В 1908 он закончил второе реальное училище. Латынь не знает, в университет его не принимают. Год учит латынь, в 1909 году поступает в университет. В 1910 году у него родилась мысль перевести в Санкт-Петербургский университет, в Московский университет или в МВТУ Баумана. Почему он выбрал МВТУ Баумана? Только потому, что он хотел стать инженером. Перевелся туда в 2010 году и в 2011 году уже начались студенческие волнения в МВТУ Баумана. Он, согласно его воспоминаниям, которые у меня хранятся, и прислали из Калифорнии, он говорит, что прервался учебный процесс в МВТУ Баумана, в императорском Московском техническом училище. И он тогда решил ехать в Европу. Он взял рекомендации Николая Егоровича Жуковского, великого авиационного инженера и создателя нашей отечественной авиации, и решил ехать. В Берлин он не мог поехать. Три училища были лучших. В Льеже в Бельгии, в Берлине и в Карлсруе в Германии. В Берлин он не мог попасть, потому что он не знал греческий язык. И вот он выбирал в Льеж или Карлсруе, и перед ним покупает билет, молодой человек, и говорит, да, Карлсруе. Он поехал в Карлсруе, учился там с 11 по 13 год, экстерном закончил училище, экстерном. Но нужно было год отработать на предприятии для того, чтобы получить диплом. Он поехал туда, вернее, пошел на производство турбины, куда его направили, и не закончил работа на производстве. Почему? В 13-м году уже началось преследование всех русскоязычных любой национальности. И он уже это видел, что хамски относиться к ним начали. И в институте, и в быту, и в школе, и в быту, и на производстве. Людей гоняли, без причины забирали в полиции. И он решил уезжать. Люди массово покидали Германию. Покидали. Через Швейцарию он хотел уехать. Невозможно. Все поезда были заняты. А к Франции нельзя. Франция уже протестовала против Германии. Значит, в Польшу тоже хлынули массы. Через Польшу. Польша тогда в Россию вкадила. Так? Вот. И он тогда решил, поеду я через Бельгию. Удивительная тоже история по его воспоминаниям. Сел он в билет, купил в Бельгию. И на одной из станций шум, гам, огромная толпа, крики. Мужчина, который с ним сидит, говорит ему. Он не знал даже, что он русский. Потому что понятого говорил прекрасно, без акцента на немецком языке. Английский вообще не знал. И он ему говорит, пойду выйду, посмотрю, что там творится. Зашел оттуда, взволнованный им говорит, там двух русских обвинили шпионами. И полиция пытается от растерзания их спасти. Ну, он, конечно, побледнел. И на следующей станции заходят две девушки, оказались американки. И ему говорят, вы что такой бледный? Он молчит. Он говорит, кто вы по национальности? Француз? Нет. Немец? Нет. Бельгийцы, он говорит, русский. И они поняли, что проблемы такие, они только что из этой страны едут. Они сказали, мы вас проведем через границу бельгийскую. Английский, знаете, он говорит, нет. Да, он еще им помог разобраться с кондуктором. Как-то наломанным через словарь англо-русский. И они говорят, мы проведем. С трудностями объясняли, что это наш родственник, он больной. Все, ну, провели через границу. Ну, дальше он поехал в Англию. В Англии уже там, так сказать, все готовились к войне. Через Севел приехал в Казань. В Казань приехал. Удивительная история. Он думал, что он будет офицером. И хотел служить. Рапорт написал. Но из германского посольства не прислали справку, что он учился в этом училище и закончил теоретический курс. А на самом деле, его призвали в армию рядовым. И он служил в лагерной станции. Там была часть, их располагалась. И он думал, как же ему дальше направиться на учебу. И его сестра, Агриппина Матвеевна, замужем была за Василием Яковлевичем Шимарином, который оказался удивительный бизнесмен. Он делал кареты, он делал сани. У него были уксусные производства. Вот он вот развился так. Деньги, конечно, отец Александра Матвеевича, ему помог деньгами, Матвей Ефремович. И он построил огромный дом. На этом месте, на этого дома сейчас, огромный кирпичный дом, вы его должны помнить. Сейчас спорткомплекс Москва на улице, как она сейчас, Московская, бывшая Кирова. Да, спорткомплекс Москва напротив рынка. Вот они там жили. И он предложил своей сестре, Агриппине Матвеевне, 1878 года рождения, и ее мужу, давайте пригласим командира части в гости. Прекрасный был вечер, классическая музыка, читали стихи, приглашенные. Уровень образования показали свой командир части. Он просто влюбился в эту семью. И ему Александр сказал, вы можете остаться здесь. Он ему тут же наутро подписал рапорт, и он пошел в артиллерийскую академию, которая, военная академия, это бывшее наше артиллерийское училище, которое недавно, так сказать, приказало жить. Ну и закончил его, и его направили в береговую артиллерию, в Балтийскую. Я подробно так отвечаю, ничего, нормально? Хорошо это? Так вот, значит, в Балтийскую береговую артиллерию. Он там служил, но мечта у него была об авиации. О той авиации, которую ему, любовь к которой ему привил Николай Егорович Жуковский в МВТ Убаумана. И вот ООН пишет рапорт о том, чтобы его перевели в авиацию. Ну, командир части ему сказал, что у нас есть люди с профильным образованием и огромное количество заявлений, и мы не можем всем удовлетворить просьбу. Поэтому считайте, что у вас этот номер не пройдет. Тут интересная ситуация. Я хотел ее, в общем-то, чтобы она вошла в фильм, который вот есть про Панетова. Значит, организовали бал. И вот он на этом балу, значит, офицерском танцевал. Все, а хозяйка, которая пригласила всех офицеров гарнизона, у нее начался роман с командиром части, который не подписал ему рапорт. Она увидела, что он высокий, красивый, прекрасно воспитан в Германии. Он был под метр девяносто ростом, Панетов. Вот, поэтому... Это вот из того маленького. Из того маленького. Ну, а посмотрите, какие у него потомки от их семьи. Володя Никитин, недавно умер, вот самый высокий был человек в Татарстане, баскетболист. Он же ведь его внучатый племянник. Да, Мария Никитина сейчас обладатель Кубка мира и Европы в Казани тренирует. Это же все, так сказать, талий-витавет. И мы вроде не совсем маленькие тоже. Вот. И она увидела его, красавца, и все. И для того, чтобы заставить ревновать командира части, она подошла его после танца и поцеловала щеку. Командир, конечно, на него это подействовало так, как она ожидала. Он, конечно, разошелся от ярости и утром со злости написал ему рапорт. И его отправили в Берегитовку, в Конокаспий. Там была морская база, обучили его. И затем он на Балтийском море летал. Летал, получил травму. Потом жизнь его сложилась так. Отступал с Белой армией, с Колчаком, в Харбин. Из Харбина переехал в Шанхай. Работал на Шанхай Электрик Пауэр в компании, энергетической компании. И проработав 7 лет, он ожидал все-таки, что ему дадут разрешение на выезд в Соединенные Штаты Америки. И вот через 7 лет он получил. В 1927 году он получил. Переехал туда. Ну, там тоже долгая история. Сначала он работал в фирме «Дженерал Электрик». Потом работал «Далма Виктор Вистенхаус». Вистенхаус, который сейчас сборки на Украину поставляет атомные. А потом решил сделать свое производство. И вот организовал «Ампекс». Делал он радары сначала во время войны. Во время войны на самолетах американских стояли радары. Ну, как всегда, все с военного производства началось. Да, правильно. И вот в конце войны приехал к нему, у него заказы кончились, и обрадовывал только его одновесие. Приехал летчик к нему и сказал, «Александр, я хочу вас поблагодарить. Как-то ночью, говорит, у меня были ночные полеты. Я взлетаю и испугался от того, что у меня автоматически заработали пушки. И, говорит, когда я увидел падающий, горячий японский самолет, я понял, что сработал ваш радар. Вот. Это его вклад. И когда закончилась война, закончились контракты, что дальше делать? И вот он долго думал, закрывать фирму или нет. Весь коллектив ему говорил, не бросайте нас, а коллектив уже стал большой. Но достаточно, там человек 20-30. И вот он тогда пришел к нему, офицер Маллинс, который из Германии привез трофейный магнитофон. Аудио. И сказал, вот так там делают. Вот тогда он выпустил свой первый магнитофон 200, потом 300, затем применил поперечную строку. Это была революция. О нем начали писать. Его начали знать. И фирму-то ведь он «Ампекс» назвал Александр Матвеевич Понятов. Сначала эксперимент. Только потом, когда он уже и получил Эмми, и получили Оскар, и Оскар, и все. Вот тогда, после этого, он, значит, назвал, нет, это не эксперимент, это экселленс, превосходно. Вот. И, значит, когда вопрос ставился и в госдепе, и в научных кругах, о том, чтобы нам нужно сделать видеомагнитофон, то самая крупная фирма в мире, RCA, Radio Corporation of America, да, возглавлял ее Давид Сарнов, киевлянин, а главный конструктор был Владимир Казмыч Зворыкин, который изобрел кинескоп и телевизор. Вот опять все, про выходцев из Российской империи. Да, про выходцев из Российской империи. Так вот, они сказали, в ближайшие 100 лет никто это не сможет сделать. А в свое время Понятов пытался устроиться на эту фирму, но они его не взяли. И он открыл свою маленькую фирму в гараже Ампикс-то, вернее, свою фирму, в Ампикс-44 году из нее сделал. Вот. И Понятов сказал, вот новый проект, займемся. Когда он 4 апреля 1956 года показал первый магнитофон, где-то он пишет ВРХ, а где-то ВР тысяча. Весил он полтонны, кстати. Вот. И он был с поперечной строкой, нанесенной на магнитную ленту, с четырьмя плавающими головками. Вот это было совершенно новое, это была вообще, так сказать, революция у всем. И он первый произнес, что это будет, что этот прибор называется, видеомагнитофон. И когда у него спросили, сколько вам слышало, он сказал, 8 лет. И он сказал, если бы мы знали, как нам дастся этот проект, мы бы за него никогда не взялись. Впереди нас был только Бог. Это его цитата. Вот. Почему он, вот вернусь к вашему вопросу, почему именно открыл, вернее, реализовал свое открытие, реализовал свои мысли, свои желания, именно там он. Я могу сказать, потому что всю научную базу, потому что всю культуру, вот тягу к открытию, к поиску и базу заложили ему здесь, потом уже в Карлсруе. А вот возможности он использовал того общества. Ровно через неделю в нашей следующей программе мы продолжим рассказ об Александре Понятове. А сейчас традиционный для нашего информационного шоу обзор самого интересного за неделю из шоурума Казанского федерального университета. На сей раз остановлюсь на особенном гости. Первым заместителем главного редактора российской газеты Юрия Михайловича Лепскому, который в минувшую пятницу встречался с ректором университета Ильшатом Гафуровым, знакомился с университетом и дал мастер-класс для студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций КФУ. Смотрите сами, как это было. В пятницу 10 марта в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета прошел мастер-класс первого заместителя главного редактора российской газеты Юрия Лепского. В этот день Юрий Лепский ответил на все вопросы, которые были заданы студентами. И даже тема о том, как же стать главным редактором, не осталась незамеченной. Вот нигде не готовят, ни на одном факультете журналистики страны не готовят заместителей главных редакторов. Нет такой специальности. Ими становятся. Потихонечку. Вот. Но я знаю немало заместителей главных редакторов, которые, к сожалению, не умеют писать. И не умеют снимать. К сожалению, потому что я думаю, что для того, чтобы грамотно и хорошо понимать своих сотрудников, надо уметь делать и то, и другое. В один момент из зала прозвучал, пожалуй, самый волнующий всех вопрос. Есть ли будущее у печатных изданий? На данный момент все свое свободное время молодое поколение проводит в интернете. И, конечно же, черпает информацию оттуда, не используя печатную версию издания. Я не думаю, что печатная газета исчезнет вовсе. Тиражи падают, это факт. Но падают у нас в стране. В Соединенных Штатах и в Японии. Они растут. Вы знаете об этом? Так что не все так просто с печатными изданиями. Не у всех растут, правда. Но есть газеты, которые могут похвастаться. Ну вот, возьмите Нью-Йорк Таймс. В 2016 году количество подписчиков Нью-Йорк Таймс выросло, знаете на сколько? На 276 тысяч. Юрий Лепский отметил, что если же вы в свое время поняли, что журналистика это не ваша и вам это не нужно, то бегите, начинайте заниматься тем, что принесет удовольствие. И вновь возвращаемся к главному событию минувшей недели. Праздник у всех женщин. Накануне дня 8 марта в Казанском федеральном университете впервые состоялся конкурс красоты, и сразу по факту международный, творчества и грации МИСКФУ-2017, на котором выбирали самую красивую, умную, талантливую студентку-альма-матер. Вот, к слову, удивительно, в этом году МИСТАТАРСТАН-2017 выпускница Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. И первой МИСКФУ стала тоже, но пока еще только первокурсница, но того же института. Вот и думайте, кто у нас кузница кадров. Думайте и смотрите сами. 3 марта в Казанском федеральном университете определили самую талантливую, грациозную и, конечно же, красивую студентку-альма-матер, которая завоевала титул МИСКФУ-2017. МИСКФУ-2017 – это первый подобный конкурс, который был организован Департаментом по молодежной политике совместно со студенческим клубом КФУ, Ассоциацией студентов деревни Универсиады, а с организатором выступила общественная организация МИСТАТАРСТАН. В конкурсе участвовали не только студентки из России, но и из Китая, Узбекистана и Камеруна. За титул МИСКФУ в этот вечер поборолись 16 финалистов, которые прошли очный тур конкурса. В первом же этапе конкурса зрителям и членам жюри удалось поближе познакомиться с участницами, ведь были показаны видеоролики об участницах, где они рассказали о себе, своих успехах и планах на ближайшее будущее. Вторым этапом стал творческий номер. Девушки продемонстрировали свои таланты, студентки из-за рубежа познакомились со своей культурой, переместив на пару минут зрителей свою страну. Между этапами конкурса на сцене выступали лучшие творческие коллективы университета. Гости, зрители и группы поддержки принимали активное участие в различных интерактивах от ведущих, которые также разыгрывали приятные сюрпризы от спонсоров. На церемонию оглашения результатов участницы вышли в прекрасных свадебных платьях, о котором уж точно мечтала каждая девушка в зале. Без внимания в этот вечер не осталась ни одна финалистка. Огромное количество подарков подготовили спонсоры проекта. Обладательницей титула МИСКФУ-2017 стала Полина Горюнова, студентка первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Корону победительницы вручила председатель жюри Изольда Сахарова и проректор по социальной воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов. 24. Рест выйти из комнаты. Сувенирные продукты и сертификат магазина «Золотое яблоко» от общества. Было очень сложно, потому что времени на подготовку было очень мало, и мы каждый день ходили на каблуках. У меня дико болят ноги, потому что сейчас мы стояли просто на протяжении двух часов на каблуках. Это очень сложно, тем более после нескольких дней подготовок постоянных. На протяжении восьми часов в день примерно занимались, готовились с девочками из студии «Мистер Тарстан». Очень сложно и очень неожиданно. Эмоции впечатляют. Нет, у меня был уже опыт в конкурсе «Мистер Тарстан», поэтому мне было легче намного, потому что я через все это уже проходила, но эмоции, как всегда, переполняют. Все это очень неожиданно. Стоит отметить, что победительница конкурса получила не только массу подарков от спонсоров, но и попала в финал конкурса «Мистер Тарстан-2017» без участия в отборочном этапе. И в завершении нашего информационного шоу, шоу, сегодня мы вместе с нашими друзьями из Молодежного симфонического оркестра от имени всех мужчин Казанского федерального университета дарим прекрасным дамам композицию Рамина Джавадди ни много ни мало из сериала «Игра престолов». Встретимся с вами ровно через неделю, а вы погружайтесь в ауру «Игры престолов». С праздником еще раз всех представительниц прекрасного пола! Смотрите сами и слушайте. «Игра престолов» для вас! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова